ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как здоровье? Very good. Very? Когда на поле? Через полтора года. Полтора года? Через полтора часа. А, я думаю, через полтора года. Дверь ромки небольшой. Я только по поясу. Подожди, Голи. Почти. Ничего лишнего в кадр не попадет. О-о-о! Жизнь! Как дела? Сколько тестов сдал за последнее время? Четыре. С тобой уже можно здороваться, все как положено. Точно? Сто процентов. Вот так, да? Да, да, все. Сейчас вправо. Очумелые ручки с Владимиром Хвощинским. Право. Дешево обманул. Как прошел матч в Солигорске? Для тебя эта игра была достаточно важна, правильно? Учитывая то, сколько времени ты провел на строителе. Конечно, в любом случае, эмоции дополнительные, конечно. Не скажу, что я еще там думал, что я именно в Солигорском играю, но еще даже на подъезде я еще как бы так спокойно был. Ну, уже, наверное, когда на стадионе, да, увидел знакомые эти лица, то как бы немножко было необычно, скажем так. Потому что было у меня такое чувство лет 8 назад в Гомеле, когда я возвращал, тоже много провел в Гомеле, потом слез. Ну, сейчас тут похоже. Даже кто-то из болельщиков тебе привет передавал. Там что-то про пенсию было, по-моему. Пенсию, да. Человек отправляет мне лет 5 уже, наверное, каждую игру. Ходит. Ну, молодец. Все, поддерживает свое. Ну, я, честно, воспринимаюсь с улыбкой. Каждое мнение свое. Поэтому это нормально. Я даже никаких обид на это никогда не держал. Я рисую предположить, что тебе было необычно не только в Солигорск вернуться, но еще и выйти на поле в такой позиции. Ну, мы тренировались, в принципе. Ну, не скажу, что так. Конечно, я там точно не для финтов был поставлен в любом случае. Поэтому у меня были свои обязанности, которые я старался выполнить. Ну, в принципе, тоже ничего такого. Но, в принципе, надо было забирать мячи здесь. Три игры без потерь очков. Все отлично складывается. В чем секрет? Чего не хватало раньше нам? Ну, я думаю, фарта не хватало. В любом случае, давайте, ну, там, надо объективно смотреть тоже на вещи. Там, если мы хорошо играли, допустим, дома с Брестом, потом проиграем. Там, с Исловичем, ну, точно не проиграем на поражение. Здесь, в Солигорске, ну, скажем так, равная игра. Но где-то нам повезло в момент, мы свой использовали. Поэтому, я думаю, это много и не хватало на фарта в дополнительных, скажем так, моментах. Ну, а так, дальше работать. Вот так же, как цель, стараться возвращаться на свои позиции, конечно, получать уверенность. Я думаю, это просто, главное, что еще придаст уверенность эти победы. Впереди матч с Белшиной, чего нам ждать? Чего ждать болельщикам? Да победа, надо ждать побед в любом случае. Причем, надо все-таки, наверное, уже увереннее выиграть. Не говорю, что это именно Белшину, но, в общем, надо не доводить нервные концовки, потому что всегда на тоненького это все-таки так опасно. Ну, и в любом случае, для той же уверенности надо выиграть более, чем в один мяч, чтобы ты чувствовал уверенность и как бы ты уже потом больше прогрессировал. Осень набирает обороты, не самые лучшие поля, болезни, травмы. Как сейчас в команде с этим всем обстоит? Ну, вроде уже более-менее, вроде так все подходят. Женя вышел, выпал там, но он уже вчера тренировался. Ну, в принципе, почти все вроде тренируются. Ну, если сегодня, я так еще не знаю, может, тут и сегодня и при... Ну, вроде бы все, поэтому и фут-фут-фут, я думаю, да, для таких полей, потому что поля ужасные, в Солигорске поле, в принципе, оно уже было пару лет испорчено, так осенью тяжелое. Ну, сейчас было вообще что-то. Ну, и ребята рассказывали, что много где они оставляют желать лучше. Как себя чувствует Рома Девыскиба, который вернулся после таких интересных обстоятельств? Я прошел метр в пять от него, поэтому просто махнул рукой, не подходил, не здоровался. Но, не знаю, но я думаю, что, конечно, от этого тяжело сейчас убавить, потому что, во-первых, мы еще там семи, кто семье лежит, ты в магазин сходил и все, они ездят там, на метро, ходят в институты, в автобусах больше, я думаю, что надо просто им более ответственно подходить к этому, потому что в любом случае, они приносят, у них нет детей, там, они одни дома живут, а у нас дети, нам опасно, ну, по крайней мере, меня это, по крайней мере, у меня маленький ребенок, очень маленький, поэтому я стараюсь, конечно, изолироваться. Не, ну, сейчас, я говорю, сейчас оно лучше, но... Сейчас, просто знаю, сейчас интервала высокая, не после, где видишь. И вот эта вот часть, вот, которая уже снимала, там, ей было все. Я по цели повезел. Там, на байке. Ну, их надо разрывать, потому что они все какие-то дубовенькие. Человек-колонка. Ну, их надо разрывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА